Всем привет! В этом видео речь пойдет про накладки Apollo 5 от китайской фирмы Inche. На данный момент в магазине TetMaxum имеется 5 разных накладок под названием Apollo 5. Различаются они тем, что их губки имеют разную жесткость. Раз жесткость разная, то играют они тоже по-разному и ощущаются по-разному. Как видите на экране, в названии разница видна только в цифрах 36, 37, 38, 39 и 40. 36 имеет самую мягкую губку, а 40 самая жесткая. Накладки эти очень жесткие, от одной к другой различаются немного. Но есть среди них и исключения. Apollo с губкой 36. Она значительно мягче ближайшей по жесткости 37. А далее уже различия идут маленькие. В этом видео речь идет о накладке с губкой 36. Основание off-minus. Заранее хочу вас предупредить, что не стоит делать выводы о возможностях резины по визуальной нарезке игры из видео. Когда берешь незнакомую резину, тестируешь ее полчаса, потом берешь еще какую-нибудь другую резину и еще тестируешь полчаса, то невозможно в полной мере продемонстрировать, на что способна эта резина. Ну, или может быть это возможно после 20 лет тестирования, как в случае с Алексеем Сапачевским. И совсем другое дело, когда вы поставите себе накладку, месяц с ею поиграете и привыкнете ко всем ее особенностям. И тогда уже вы сможете выжать из нее максимум. Так что после привыкания вы сможете играть ее гораздо лучше. Итак, повторю, что Apollo, начиная с 37-й, является очень жесткими накладками. Apollo с губкой 36 стоит как бы в сторонке. Она намного мягче 37-й и играет тоже довольно-таки по-другому. Если вы рассматриваете эту накладку для себя и пытаетесь сравнивать ее с другими, то предлагаю вам забыть об остальных Apollo. Мне кажется, Apollo 36 гораздо более похожа на три других накладки из тех, что я тестировал. Inhi Jupiter 2 Hard, Inhi Big Dipper Soft и Inhi Big Dipper Spin. Они, конечно же, различаются между собой, но на мой взгляд, между ними больше сходства и подобия, чем между Apollo на губке 36 и остальными Apollo. Итак, Apollo 5 на губке 36. Это гибридная накладка. Комбинация липучки и тензора. Накладка мощная, подобно вышеупомянутым трем другим накладкам. Какая из них мощнее, я сказать не могу. Выяснение этого вопроса потребовало бы значительных затрат времени и сил. Думаю, что по максимальной величине бигдиперы будут немножко мощнее. Но сила отскока мяча по-разному распределена в зависимости от того, с какой скоростью вы толкаете мяч ракеткой и под каким углом наклона. Apollo имеет небольшую липкость. Это типично для гибридов от Inchi. Угол выброса мяча высокий. Хотя губка как бы самая мягкая в линейке Apollo, мягкая этой накладку назвать нельзя. На мой взгляд, она немножко жестче среднего. В целом, немного мягче Юпитер 2 Hard, который в свою очередь, немножко мягче вышеупомянутых бигдиперов. По весу накладка нелегкая, в районе 50 грамм, когда обрезана по размеру стандартного атакующего основания. Apollo с более жесткими губками будут тяжелее. Чтобы выжать мощность из более жестких Apollo, надо очень быстро разгонять ракетку на мяче. И тогда они дают и высокую скорость, и очень большое вращение. И топспин будет очень крутым. Но это надо уметь, и это тяжело. Я, допустим, не смог играть Apollo на губке 37. 10 минут помахал, и летело слишком медленно. Хотя, если посмотреть на игру Алексея Сапачевского этой же Apollo, то можно увидеть множество мощных и острых топспинов. А вот из-за Apollo 5 на губке 36 гораздо проще выжать атакующую мощность и остроту. В этом плане она похожа на темзоры и на вышеупомянутые бигдиперы Юпитер. То есть, если вам нравится очень жесткая накладка, и вы умеете выжать из нее ее потенциал, жесткие Apollo вам могут подойти. Если уже вы не умеете разгонять ракетку до очень большой скорости на мяче, и не хотите этому учиться, но хотите, чтобы было жестковато и мощно, то тогда можно выбирать из этих бигдиперов и Apollo с Юпитером. Далее я буду сравнивать Apollo 36 с этими тремя накладками, чтобы вам было легче сделать выбор. Из этих четырех накладок Apollo 36 больше всего похоже на тензор по характеру игры. То, как она отталкивает мяч при разных элементах и как ощущается, какую дает траекторию. По сравнению с тензором подобной жесткости, на мой взгляд, она даст больше контроля и в максимальном значении больше вращения. Я подчеркиваю, что это именно в максимальном значении. То есть, если вы своей техникой можете выжать максимум из накладки. А это довольно сложно. Ну а теперь кратко по элементам. Тап спины. Здесь оценка 10 по 10-бальной шкале. Если у вас хватит техники, то накладка может дать вам очень и очень сильное вращение. Но, наверное, все же немножко меньше, чем бигдипер спин, который значительно жестче. Но и выжать из бигдипера спин максимум вращения будет сложнее. Да и не всем игрокам это надо. Так что объективно можно сказать, что у Apollo топ спины чрезвычайно хорошие по всем параметрам. Резина тягучая и мяч в ней на некоторое время задерживается. Так что приятно и удобно исполнять и мощные топсы, и медленные, и навесные топсы, и короткие топ спины из-под стола. Также особенно удобно делать всякие кистевые элементы. Например, тычок с подкруткой, или скрутку слева, или разного рода крученные подачи. В этом плане Apollo 36 дает максимальные возможности, как для атакующей накладки. У нее топшит обладает какой-то особой цепкостью, как мне кажется. И потому даже любые короткие движения резиной могут придать вращение и привести к ошибке у соперника. Это дополнительный плюс для этой накладки. Плоские удары тоже хорошо, но хуже, чем у бигдиперов. Но обращаю внимание, что это именно хорошо. Просто эту резину не надо выбирать для плоской игры. Это будет немного глупо. Это яростная топсо-ориентированная накладка. А когда вам надо будет плоско пробить по удобному мячу, вы это сможете сделать с достаточным комфортом. Топс-удары отлично. И блоки Apollo 36 тоже отличные. Можно пассивно подставить, можно агрессивно надавить. Все летит в стол. Короче говоря, блочить можно серийно и наслаждаться процессом. Защиту не пробовал. Но это и не надо. Все гибриды от инхи в защите себя проявляют отлично. Думаю, будет хорошо и подрезкой защищаться, и замином топспина. Подведу итог. Apollo 5 на губке 36. Относительно полумягкий гибрид. Ощущается приятно. Дает много возможностей для обработки мяча. И соответственно, есть очень большой диапазон вариантов, какой мяч полетит от вас к сопернику. Накладка ориентирована на тех, кто хочет играть вращениями. Чтобы была липкость. Но чтобы было похоже на тензор. Очевидно, что накладка получилась великолепная. Можете смело пробовать ее. Цена Apollo гораздо меньше, чем цена тензоров от известных фирм. При этом Apollo абсолютно не вступает им в игровых свойствах. И при этом, по сравнению со многими тензорами, она более крепкая и более долговечная. Так что в данном случае надпись Made in China это признак высокого качества и очень выгодной цены одновременно. Купите Apollo 5. Вы можете по ссылке под этим видео. И напоследок я хочу напомнить вам, что все обзоры на нашем канале делаются для того, чтобы помочь вам избежать пробования десятков разных накладок и оснований в поисках желаемого. Все это отнимает очень много времени и связано со значительными неудобствами. Поэтому, если вам нужна помощь или консультация для выбора инвертаря и товаров для настольного тенниса, обращайтесь в магазин TataMaxium. Мы поможем вам подобрать более подходящий для вас инвертарь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова